Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев, mobilemco.ru Сегодня специально и по приглашению наших друзей из проекта Тест ТВ мы познакомимся с первым в мире изогнутым телевизором на основе жидкокристаллической матрицы Sony KDL65S995A Для начала немного истории Возможно, кто-то из вас видел наши репортажи с берлинской выставки EF осенью 2013 года Там мы знакомились с первыми изогнутыми телевизорами LG и Samsung Так почему же в самом начале я назвал первой именно эту модель от Sony? Все просто. Пока корейцы пытаются перещеголять друг друга в технологиях изготовления гибких полимерных покрытий, OLED-матрицах и 4K-разрешений Sony просто взяли и слегка изогнули огромную 65-дюймовую TFT-матрицу с уже привычным на сегодняшний день Full HD-разрешением Приправив ее технологии Triluminos и, естественно, не забыв про Wi-Fi, Smart TV, NFC и прочие примочки В результате получился вот такой вот зверь, который хоть и выглядит угрожающе, стоит практически в два раза меньше своих корейских конкурентов Это 170 тысяч рублей или около 5 тысяч долларов Это, конечно, совсем не мало, но если вспомнить, что диагональ этого вогнутого монстра 65 дюймов или примерно 162 сантиметра, цена не выглядит такой уж и заоблачной Ну что ж, начнем с фишек, главная из которых слегка вогнутая матрица Именно эта особенность 995-й модели выделяет ее на магазинной полке, особенно по сравнению с прямыми собратьями В конце концов, на фоне 65-дюймовых монстров, уже перешагнувших ценовую отметку в 100 тысяч рублей, эта модель смотрится весьма выигрышно и необычно Конечно, где-то там, в черепной коробке, скребется мысль, а так ли уж необходимо эта самая вогнутость Но здравый смысл говорит о том, что если уж брать большой дорогой телевизор, то пусть уж он будет вогнутый Ну окей, вогнутый так вогнутый По крайней мере, в качестве зеркала он вам уже точно не пригодится Давайте же попробуем определить, насколько действительно удобно смотреть вот на такую картинку Согласно уверениям маркетологов, изогнутая матрица позволяет расположенному строго по центру зрителю находиться на равном удалении от всех четырех точек экрана, что способствует эмоциональному погружению Звучит красиво, но на самом деле практически бесполезно Во-первых, ключевые слова здесь по центру, то есть зритель должен быть расположен ровно посредине экрана, причем на нехилом удалении Для 65 дюймов это должно быть минимум 3-4 метра Во-вторых, изгиб экрана на таком удалении уже совсем не критичен, а разница восприятия, если двигаться из стороны в сторону, практически отсутствует А вот при большом удалении от перпендикулярной оси смотреть на экран уже не очень комфортно В итоге единственным оправданием для такой геометрии является новизна ощущений, ну и наверное мода Так что толку от гнутых телевизоров пока не больше, чем от гнутых смартфонов Ладно, бог с ней с геометрией, переходим к картинке Как я уже сказал, аппарат не балует нас новомодным 4К разрешением, ограничившись привычным и понятным Full HD 1080p Для такой гигантской поляны плотность пикселей не запредельная И если стоять вплотную к экрану, отдельное зерно легко различимо Однако покупать экран с диагональю 65 дюймов и ползать по нему с увеличительным стеклом не очень разумно А вот с комфортных для просмотра 4-5 метров претензий к картинке нет никаких Построен дисплей на базе TFT-матрицы с задней подсветкой Edge LED и фирменной технологией Sony 3-Luminus Display Ее суть заключается в том, что благодаря различным ухищрениям, ключевое место среди которых занимает замена белых светодиодов подсветки экрана голубыми Удается расширить цветовой диапазон на дисплее устройства Благодаря этому цвета становятся более живыми и насыщенными, что особенно заметно при отображении зеленых и красных оттенков Хотя эта самая живость имеет и обратную сторону Например, некоторые цвета выглядят уже не очень естественно и натурально Кожа часто получается слишком загорелой, а лица имеют морковный оттенок Если придушить цветовую насыщенность, эффект практически пропадает Но ощущение от того, что телевизор сам додумывает определенные цвета, все-таки остается Впрочем, кому-нибудь такая сочность наверняка понравится Особенно на картинках, не имеющих ничего общего с честным цветом Например, на мультфильмах или видеоиграх Там чем ядренее, тем лучше А вот запас яркости и контрастности очень комфортный и позволяет настроить аппарат так, как нужно Естественно, такой телевизор поддерживает и 3D Здесь используется пассивная 3D-технология с поляризационными очками А самих очков вот таких в комплекте идет 4 штуки На мой взгляд, при сравнении активной и пассивной технологий, такой вариант предпочтительнее Очки легче и удобнее Здесь нет электроники и батареек Но главное, здесь не болит голова, как в очках с активным затвором А голову нужно беречь Вслед за разбором картинки стоит поговорить и о звуке И здесь нас ждет приятный сюрприз По сравнению с чахлыми сверхтонкими LED-собратьями, звучит 995-й просто отменно Внутри корпуса спрятаны 4 динамика, два из них находятся с передней части по бокам от экрана А два других лупят в обратную сторону для эффекта объемного звучания Но главное, что мощность такого квартета достигает 40 ватт А благодаря довольно большой длине и толщине, которая в некоторых местах достигает 12 сантиметров Звучит коробка на уровне хорошего музыкального центра В качестве эксперимента можно сравнить звучание телевизора И довольно недешевого пятиканального саундбара от Yamaha Вот сейчас звучит телевизор Мы гасим звук на телевизоре и подключаем Yamaha По-моему, разница не существенна Но вернемся к возможностям аппарата Естественно, что телевизор такого уровня должен иметь мозги И у 995-й модели эти мозги есть То, что мы привыкли называть Smart TV, здесь называется Sony Entertainment Network По сути, это небольшой компьютер с собственной программной оболочкой Позволяющий запускать различные приложения и сервисы по просмотру контента В отличие от корейских собратьев, меню, на мой взгляд, оформлено проще Но зато спокойнее и солиднее Здесь очень много полезных и бесполезных программ на любой вкус Например, Facebook, Skype или Twitter Помимо смарт-функций, телевизор оснащается не только аналоговым, но и тремя цифровыми тюнерами Принимающих сигнал в стандартах DVB-T2, C и S2 Нас больше всего должен радовать именно первый В DVB-T2 вещают открытые цифровые российские каналы Количество которых, по крайней мере в Питере, недавно увеличилось с 10 до 20 К тому же у телевизора есть функция записи цифровых, не зашифрованных каналов Так что подключив к телевизору, например, внешний винчестер Есть возможность записать сериал для любимой бабушки Теперь о пультах Их два Один классический прямоугольный с кучей кнопок Второй тоже классический и тоже прямоугольный Но гораздо более интересный Во-первых, он гораздо компактнее и необычно оформлен Потому что большинство кнопок на нем треугольные Во-вторых, здесь находятся только самые необходимые органы управления Так что в темноте и на ощупь не запутаться И, наконец, в-третьих, на обратной стороне этого пульта скрывается один маленький сюрприз Это NFC-сканер для сопряжения со смартфонами Достаточно поднести смартфон к пульту И через некоторое время он привязывается к телевизору для дистанционного управления Либо переноса картинки на большой экран Очень удобно Вот на таких простых и понятных примерах понимаешь, что у NFC есть будущее Но когда же это, наконец, поймут в Apple? Надеюсь, что в iPhone 6 эту технологию мы все-таки увидим Если заглянуть на обратную сторону гаджета То в глаза бросается обилие всевозможных разъемов Даже USB здесь раз-два-три штуки Причем третий, предназначенный для записи на внешний винчестер Вынесен на отдельную панель Обычные же USB-разъемы позволяют подключать внешние накопители И проигрывателям мультимедиа-файлов Поддерживается большинство популярных форматов, включая МКВ Ну а поскольку в файлах могут встречаться самые различные комбинации аудио-видео-кодеков Даже очень экзотические, полную совместимость, конечно, гарантировать не стоит Хотя все, что мы пробовали, запускалось и читалось без каких-либо проблем Ну что ж, резюмируем Огромный, тяжелый, толстый и красивый Sony KDL65S995A Украсит своим присутствием любой дом Причем гости наверняка отметят изогнутый экран И подумают, что это очень круто и очень красиво На практике это скорее маркетинговая уловка Потому что ничего кардинального в восприятии картинки не дает Здесь нет новомодного разрешения 4К Аппарат довольствуется обычным Full HD Что на сегодняшний день привычно и понятно Но вот лет через пять будет восприниматься уже как анахронизм Оптимистам наверняка придется по вкусу яркий и сочный 3-люминус дисплей С его жизнерадостной картинкой Хотя реалистам и особенно пессимистам Его задранные цвета могут показаться чересчур неправдоподобными Любителей всего настоящего также может согреть надпись «Сделано в Японии» Ну и, конечно, отдельных слов стоит упоминание качественной 40-ваттной акустики Благодаря чему аппарат выглядит абсолютно самодостаточным И не требует подключения внешних систем Ну, конечно, если вы не являетесь продвинутым меломаном И на этом у меня все Спасибо, что смотрите MobileMHU Заглядывайте на Тест ТВ Всего доброго, до свидания